Сегодня в Афинском аэропорту состоялось торжественное открытие международного терминала. И сегодня же в столице республики прибыли министр транспорта России и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества. Напомню, уже завтра в башкирской столице состоятся крупные мероприятия. Международная конференция с участием делегатов стран ШОС и совещание глав транспортных ведомств. Азад Самирханов, тема продолжит. В церемонии открытия международного терминала аэропорта УФА принял участие министр транспорта России Максим Соколов, глава республики Рустам Хамитов, а также генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Дмитрий Мезенков. Кроме того, приняли участие в ней и главы транспортных ведомств стран ШОС. Этот аэропорт входит в десятку крупнейших аэропортов нашей страны. И я уверен, что с новым терминальным комплексом, с новой инфраструктурой, в которую в том числе в серьезные средства бюджета Российской Федерации были вложены и еще будут вложены в ближайшие годы, действительно даст яркий и очень динамичный импульс развитию авиационных перевозок из этого замечательного и гостеприимного региона. Напомню, главные воздушные ворота республики будут принимать гостей международных саммитов, которые состоятся в июле. Теперь, что касается непосредственно реконструкции терминала, его площадь теперь составляет 17 тысяч квадратных метров. Пропускная способность увеличилась в 4 раза до 800 человек в час. Смонтирована современная система оформления багажа. На табло вылета ближайшие рейсы. Это Хургада, Шар-Мальшейх, Анталия и Ларнака. Одним словом, популярные курорты, но уже известно, что с увеличением пассажиропотока планируется открытие новых направлений. За рубеж из Уфы, что в первую очередь, конечно же, удобно для жителей республики. Кстати говоря, не обошлось и без накладок в ходе реконструкции. Во время технического открытия аэропорта обнаружились неполадки в системе навигации. Но недочеты оперативно устранили, и теперь обновленный терминал готов к работе в полном объеме. Самое главное, что этот терминал уже работает, что уже первые пассажиры буквально 2-3 недели перемещаются по свету через этот прекрасный, замечательный комплекс. И очень хорошо, что мы приняли решение о продолжении модернизации нашего аэропорта. И приступаем буквально с этого года к проектированию, а со следующего года к строительству терминала внутренних воздушных линий, который позволит увеличить суммарную пропускную способность нашего аэропорта до примерно 2-2,5 тысяч пассажиров в час. Кроме того, в рамках реконструкции была обновлена и взлетно-посадочная полоса. Длина ее 4 километра. Таких единиц в стране. Именно она должна будет принимать многочисленные делегации саммитов Шоссе-Брикс. Азат Амирханов, Радмирхалитов, Вести, Башкортостан.